Отлично! Всем привет, ребята! Я понимаю, что вы устали, я не буду занимать много времени, постараюсь покороче. Но тема у меня очень важная, я хочу вам рассказать на премьере своей компании, как построить технологический стартап. А где кликер? Простите. Итак, пока я хожу за кликером, ответите мне на вопрос, как вы думаете, с чего начинать? Если вы хотите начать свое дело, с чего начинать? Можно выкрикивать? С идеей! Ага, почти единогласно все сказали, что с идеей. На самом деле, я считаю, что нужно начинать с проблемы. Да, и кто сегодня был утром тоже на моей панели, те, наверное, уже слышали. Я считаю, что нужно найти проблему достаточно острую, и которая будет касаться как можно большего количества человек. Для меня эта проблема была вот эта. Мы с вами живем в России, где у нас полгода осень, полгода зима, и все мы сталкиваемся с этой ситуацией. И как мы с ней вообще можем, что мы можем с ней сделать? Мы не можем заставить осадки, да, и дождь не выпадать. Мы не можем заставить лужи не появляться. Что же мы можем сделать? В принципе, мы можем просто смириться, да, и просто принять, что это наша родина, и мы живем именно в таких условиях. И так было и со мной до того момента, пока я не встретила его. Вот его. Как видно по фото, это гениальный ученый. И этот ученый мне подсказал решение этой проблемы, и это следующий элемент вашего технологического стартапа, который вы хотите сделать. Это придумать, не только определить проблему, но и придумать ее решение. И в нашем случае это решение основано на эффекте лотоса. Кто знает, что такое эффект лотоса? Поднимите руки. Классно. Почти половина. Ну, в двух словах, это эффект, он еще по-другому называется, крайне низкой смачиваемости поверхности. Его открыли как раз благодаря лепесткам лотоса. Немецкий ботаник пошел на болото и задал себе вопрос, почему все вокруг грязное, а лотос чистый. Взял, сорвал лепестки лотоса, посмотрел их под микроскопом, оказалось, что эти лепестки покрыты вот такими микровыступами. И из-за этого поверхность натяжения жидкости меняется, и она не может растечься в пленочку, а сворачивается вот в такие красивые шарики и скатывается с поверхности при малейшем наклоне. Собственно, он описал эту технологию, и теперь понятно, что нужно сделать. Нужно придать такой рельеф любой другой поверхности. И, например, на одежде, да, одежде и обуви. И тогда вся жидкость будет скатываться. И вот здесь две фотографии. Одна – это капля, верхняя – это капля росы на лепестке, а нижняя – это мои зеленые джинсы, на которых вот так же красиво лежат эти капельки воды, да, вот основываясь на технологиях, которые подсказала нам природа. И так вот, как только я его встретила, я поняла, что нам надо срочно с ним соединиться в партнерстве и сделать команду. Команда – это следующий элемент любого бизнеса, вам нужно ее собрать. И команда, она определит то, какой будет ваша компания. Она определит генотип вашей компании. Встречаются в мире, как вот вообще говорят в бизнес-школах, три вида предпринимателей. Одни – это инноваторы, это ученые, изобретатели, такие вот гении. Вторые – это реализаторы, это те, кто могут организовать процессы, готовы брать риски, готовы нести ответственность и проявлять инициативу. И третий тип – это смешанный тип, когда человек в себе соединяет и первое, и второе. Но третий тип, он практически в природе не встречается, все равно у нас что-то развито сильнее, и поэтому вам нужно, когда вы будете собирать команду, вам нужно четко понимать ваши сильные стороны и найти партнера, который будет вас дополнять. Вот в нашем случае с Андреем это произошло, я отвечаю за бизнес, он отвечает за науку. Ну, и существует такой тоже расхожий миф, что вообще коммерция, бизнес, они портят науку, и они должны существовать отдельно. Я считаю, что это совершенно неправильно, и бизнес может очень многому научиться у науки, и наука может очень многому научиться у бизнеса. Вот, например, в бизнесе мы стали применять некоторые научные подходы, например, эксперименты. И я искренне теперь считаю, что вообще стартапы – это наука экспериментальная. То есть вы выставляете какую-то гипотезу, далее вы ее притворяете в жизнь, вы смотрите на результаты, получаете вот эти, анализируете эти данные, дальше их адаптируете, выставляете новую гипотезу. И так двигаетесь эксперимент за экспериментом. Но и наука очень многое может взять от бизнеса. Например, очень многие ученые, они не нацелены на результат. Они занимаются наукой ради науки, они могут жить всю жизнь на грантах и даже не думать о том, чтобы достичь какого-то конечного результата. И вот мне приходилось много раз останавливать моего вот партнера, когда я говорила, слушай, хорошо, ты считаешь, что продукт не готов, но нам его уже нужно продавать. Мы должны уже получить обратную связь от рынка, поэтому даже если он не готов, даже если он несовершенен, нужно остановиться. Другое, чем страдают ученые, они недооценивают роль маркетинга и пиара, роль рекламы, потому что зачастую очень интересные, классные изобретения, они остаются неизвестными. А ученые также очень часто обладают таким особенностью такой, да, протекционизмом, то есть они хотят сохранить свою идею, спрятать и вообще не умеют, в принципе, коммуницировать. Даже если они хотят поделиться ею с миром, они не знают, как коммуницировать ее широкой общественности. Ну и так далее. В общем, я считаю, что у нас команда идеальная, что мы друг друга дополнили очень хорошо, и после того, как вы уже определили проблему, нашли ее решение, собрали команду, следующий этап – это инвестиции. Инвестиции вообще, в принципе, их привлечение желательно избежать, желательно не брать ни у кого деньги, работать либо на свои, какие-то первые, да, и первый прототип делать, и начинать продажи, начинать зарабатывать, то есть строить так свою бизнес-модель, чтобы начинать зарабатывать как можно скорее, и не брать инвестиции вообще ни у кого. Но если вы уже берете инвестиции, то нужно обращать внимание не только на условия, да, такие, допустим, вот нам предлагали первые наши ангельские инвестиции, да, вот на самой-самой ранней стадии, когда у нас был готов только прототип, предлагали нам 10 миллионов за 50% и 10 миллионов за 25%. Вот как вы думаете, что мы выбрали, вариант А или Б? Правильный вариант в нашем случае – это вариант А. Хотя, казалось бы, это совершенно невыгодный вариант, потому что мы на самом первом этапе отдали 50% компании инвесторам, но мы учитывали то, что, собственно, кто эти деньги давал. Обычно на таких стадиях дают деньги ангельские инвесторы, да, это инвесторы, это физические лица, по сути. И вы должны очень четко понимать, какие у вас с этими людьми будут отношения, и как эти люди себя поведут в случае двух сценариев. Проблем, да, если у вас не получится воплотить этот бизнес в жизнь. И в случае успеха, да, вы должны очень четко понимать, сможете ли вы с ними договориться о дальнейших каких-то действиях, об условиях и так далее. И мы знали, что ребята, которые просят 50%, они более адекватные, простите за выражение. И мы сейчас их успешно выкупили, и как бы все хорошо. Но изначально, как бы, вот учитывайте не только проценты, но и учитывайте человеческие отношения, особенно на первых этапах. Как только вы собрали команду, сделали решение, получили даже первые инвестиции, вам нужно начинать развивать продукт, да, и делать из вашего вот этого решения продукт. В нашем случае мы опирались на несколько принципов. Мы понимали, что наш продукт, он должен быть универсальным, он должен подходить максимальному количеству людей, потому что мы хотим охватить там многих, да, тех, кого касается проблема загрязнения там одежды или обуви. И кроме этого он должен быть экологически чистым и так далее. То есть мы выписали ряд спецификаций, которыми должен обладать наш продукт, и начали разрабатывать. Так мы получили первый продукт, это сейчас просто как продукты наши выглядят, защитные средства. Дальше, развивая наш текущий продукт, мы начали спрашивать клиентов, чего они хотят. И они нам подсказали, что они хотят жидкий утюг, да, то есть они хотят средства, которые будут разглаживать складки на одежде без использования физического утюга. Так появился наш следующий продукт и так далее. Когда вы развиваете продукт, нельзя забывать о том, как он выглядит и как люди его воспринимают и визуально, и тактильно. Потому что очень часто разрабатывают, очень много внимания уделяют качеству продукта, да, то есть самому составляющей. Но кроме этого упаковка не менее важна. И если бы наши замечательные нано-покрытия, они были бы упакованы в что-нибудь страшненькое такое или не привлекательное, возможно, продаж у нас было бы намного меньше. После того, как вы разработали продукт, надо развивать бизнес. Здесь вкратце показана наша история, как мы шли и как мы выстраивали нашу бизнес-модель. И она у нас выстраивалась таким образом. У нас сейчас три канала продаж. У нас есть собственный интернет-магазин. У нас очень хорошие продажи онлайн. У нас есть продажи оффлайн. Мы работаем через франшизеров, мы работаем через дистрибуторов. Мы сейчас представлены в 25 регионах России. Сейчас развиваемся на рынке Франции и выходим на рынок США. И вы должны для себя тоже определить, какая бизнес-модель вам подходит. И все эти каналы выручки, они появлялись у нас постепенно. Но самый простой и самый первый канал, требующий наименьшее количество инвестиций, это онлайн-канал. И мы начинали, собственно, вот с него и постепенно уже прибавляли остальные каналы, чтобы бизнес-модель компании была более устойчивая. Собственно, это все. Это все, что нужно для того, чтобы создать хороший, успешный технологический бизнес. Но сейчас я хочу вызвать на сцену... Вообще, кстати, демонстрацию всех продуктов вы можете увидеть завтра в нашем корнере. Но сейчас я хочу вызвать на сцену четырех волонтеров. Давайте. Кто готов? Да, выходите прям. Четыре человека. Кто первый побежит. Кто первый успеет, тот и вышел. Супер. Пять. Ладно. Хорошо, пять. Не страшно. Так. Как тебя зовут? Михаил. Михаил. Каждый будет отвечать на вот эти вопросы. Они не требуют специальных знаний. Не переживайте. Сильно мучить не буду. Считай очки каждого. Определим победителя. Победитель получит, естественно, наши средства замечательные. Вот. А ты как бы следи. А можно мне тоже поучаствовать? Я тут начиталась уже, пока сидела. Мне так понравилось. Завтра в корнере. Приходите. Да, да, да. Есть еще. Итак, вопрос. Так, ты считай. Вопрос номер один. Над решением какой новой проблемы сейчас работает наша компания? Вариант один. Убить все бактерии. Вариант два. Разгладить складки на лице, уже не на одежде. И вариант три. Освежить воздух. Давайте. Третий. 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 Какой вариант? Тоже третий. Так, записал, да? Хорошо. Правильный вариант. Третий. Да, мы сейчас будем выпускать серию ароматов для хранения одежды. Вот вы сейчас, наверное, там ваши родители в основном пользуются, не знаю, там, в гардеробе, чтобы вкусно пахло, кладут мыло между простынями, да, или саши из сухих цветов. Но мы сделаем инновационный продукт, который будет убивать бактерии, кстати, тоже в гардеробе и надолго сохранять запах свежести. Дальше. Вопрос номер два. Что будет, представляя собой еще один новый продукт нашей компании. Первое, мыльная туалетная бумага. Второе, светящаяся зубная паста. И третье, невидимый стиральный порошок. Третий. Третий. Первый. Третий. Записал, да, все ответы? Третий. Правильно. Правильный ответ первый. Мыльная туалетная бумага. Этот продукт мы разрабатываем для рынка Индии. Вот сейчас предыдущий спикер говорил про Индию. Там очень много людей. И там очень тепло. И моются они очень часто в реке, в реках. Для того, чтобы помыть голову или помыть себя, они используют такие одноразовые пакетики с шампунями. Но, собственно, когда они помоются, они эти пакетики выбрасывают прямо в реку. И сейчас в Индии очень большая проблема, что сейчас все реки засорены просто вот этими фольгой, вот этими пакетиками мусора. Что мы придумали? Мы придумали, точнее, это не мы придумали делать мыльную бумагу, придумали уже давно. Но мы придумали, как ее сделать такой вот мерной, чтобы она долго хранилась и мылилась хорошо. И тогда, когда кусочек бумаги вы отрываете, идете мыться в реку, простите, она просто растворяется, исчезает. И как бы никакого такого физического мусора не оставляет после себя. Ну и последний вопрос. На ком мы тестируем новую продукцию? Вариант один на клиентах. Вариант два на Владимиру Владимировичу Путине. Вариант три на школьниках. Первый. Третий. Первый. Второй. Собственно, сегодня, да, как раз начали, пока он тут был, да. На самом деле, все, правда. Вот. На Путине у Владимира Владимировича, у него есть футболка, обработанная нашим средством. Мы на нем не тестируем, но он обещал в ней заниматься спортом. Так что это тоже правда. Но на самом деле, правильный ответ, конечно, на клиентах. Вариант один. Почему так? Так, потому что мы можем очень много фантазировать и, как сказала сегодня моя коллега, даже галлюцинировать по поводу того, чего хотят клиенты. И мы этого не узнаем, пока не начнем им этот продукт продавать и не получим от них обратную связь. Поэтому, как только у нас готов какой-то первый прототип, и мы понимаем, что он уже работает, и он уже безопасен, и мы его уже можем продавать, мы его продаем нашим лояльным постоянным клиентам, получаем от них обратную связь. Что нужно улучшить, что нужно доработать. Так что первый ответ правильный. Итак, результаты. Кто победил? У кого больше всех? Анна. Анна, вам выдаем суперприз. Да, 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 все. Анна, это защитное средство большое. Вы этим можете обработать 10 порогов или несколько плащей. Ребята, остальные, подходите сюда, я вам тоже всем подарю. Как нашему, значит, человеку, который считал очки маленькое защитное средство, жидкий утюг. Вам сухая чистящая пена. Ой, а вам что-то еще. Мы вам еще, у нас есть вот у меня ассистент. Вот, 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 все. Дарим вам тоже защитное средство. Спасибо большое. Все. А, ребята, стойте. Суперприз. Еще будет суперприз, но уже завтра. Тому, кто сможет назвать теперь все компоненты технологического стартапа. Что нужно? Технологического стартапа? Что я рассказывала сейчас? Для того, чтобы создать технологичный стартап, первым делом нужно определить проблему, которую нам нужно исследовать. Вторым этапом нам нужно определить решение для того, чтобы понять, какая именно у нас будет стратегия в решении стартапа. Третий момент — это собрать команду, потому что без команды стартап быть не может. И четвертый этап. Четвертый этап очень важен, я считаю. Блин, четвертый этап. Так, команда, начать действовать? Продажи! Это же, конечно, инвестиции. Конечно. А все, больше ничего не было? Нет. Было? Конечно. Давай дальше. Реклама еще важна. Дальше нужно разработать продукты и разработать бизнес-модель. Все. Молодцы, ребята. Хорошо, приходите к нам в корнер. Почти все ответили. Сделаем еще один приз. Все. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо.